здравствуйте друзья выходим на дежурство по америке некоторое время я что-то не дежурил а вот тут пару событий подоспели надо поговорить значит первое событие состоит в том что феды собравшись вчера в четверг решил не повышать interest rate но они говорят так что в общем-то но фундаментальные глобально надо бы но момент вот такой в связи с мировой экономикой в частности вот с китаем всякими неполадками вот как бы момент конкретно неподходящий может быть они в декабре там еще соберутся повысят но как бы подвешенным осталось не по не подняли вот сейчас и она на самом деле неплохо но шутят говорят вот как понять что китай это мировая в экономическом смысле держава а вот говорят смотрите-ка вид влияет на принятие решений в соединенных штатах вот экономическая ситуация в самом китае значит такая экономика которая важна прочим такая шутка конечно важно там все все понимают нот в основном это из-за китая произошло то есть они давно собирались они и год и полтора года назад говорили что примерно в это время вот они должны поднять это планировалось на третий квартал вот 2015 года но убить как не подняли теперь следующий момент вот что сейчас в республиканской партии идут дебаты такие между кандидат их там много и там тьма тьмущая этих кандидатов которых вообще никто и не знает что есть такие ну то есть как бы люди которые в республиканской партии там активны политически они конечно знают но так вот в общем не очень этот были дебаты причем это уже вторые были по счету дебаты которые привлекли внимание так сказать страны ну с разных сторон привлекли до одним интересно что за кандидаты там они может быть голосовать за них будут другим интересно вообще что на свете делается еще кто-то просто так фан у них и они так похихикивают посматривают интересно что делается было там 13 человек продолжалось это три часа все существует записи на самом деле если кому-то сильно интересно можно посмотреть за но идея такая что там есть ведущие ведущие задают вопросы и ну то есть понятно что ведущие на коммерческом телевизионном канале это делают то есть они когда вопросы свои задают они все-таки хотят чтобы аудитория не не отключалась от канала это какая-то веселуха тоже нужно вот поэтому кандидатам досталось не равное количество времени на поговорить все-таки у них программа у каждого и очень много аспектов жизни страны общества поэтому тут и и за часто не расскажешь много вот а тут все-таки у них было буквально минут по 10 вот так хотя некоторым досталось больше вот там подсчитывают что больше вопросов задавалось например трампу который чуть ли там не минут 18 говорил в то время как некоторым досталось только 10 ну но это понятно потому что он как бы как такая фигура одиозная и как клоунад такая вот ему естественно больше внимания а с моей точки зрения прикольным было вот что там из всей этой череды там политиков которые там были было два не политика особо значит там был с одной стороны и с другой стороны фиарина которая была когда-то это женщина единственная средних женщин она была там чип экзекьютив значит там зирекс и в хп я извиняюсь в хп вот и ну и как бы у нее такой мощный бизнес рекорд там хотя может быть он не такой плохой как вот говорят оппоненты может быть не такой хороший как она сама там себе написала но по таком случае существенным что трамп и фиарина доминировали вот это все мероприятие фиарина вообще мало кто знал то есть люди которые пришли смотреть половина вообще не знали что есть такой человек и даже если они слышали они когда-то вот как бы там со стороны бизнеса они не знали даже что она там баллотируется где-то там свою кандидатуру выставляет хотя конечно в отличие от трампа и многих других кто там был на сцене у нее есть проблемы с собрать денежки понимаете они же делают фандрейзинг чтобы компанию продолжать денежки нужны поэтому денежки дают тем кто ну как-то вот надежды подает ну или на свои вот трампу не нужно что ему давали у него свои есть он может и веселиться там на свои гуляем да там но тем не менее считается что она там вообще всех затмила так говорят опросы показывают то есть у них есть объективные какие-то методы определения что вот она там всех задал баллов и говорят что трамп шел вот после нее не очень ярко там был джефф буш который на самом деле как бы очень серьезный претендент на должность ну на на выдвижение со стороны республиканцев ну вот он как-то может быть там не не очень но но вообще это такой как бы цирк надо понимать что это все такая общественная веселуха люди смотрят и мой интерес в этом вот какой я хочу сказать что он среди 13 человек было два непрофессиональных политика то есть люди которые идут в политику но не являются по политикам и вот эти два задавили всех то есть как бы сказать политикам есть у кого поучиться в современном мире то есть вот у людей которые из мира бизнеса у людей которые не как сказать не занимаются вот этим вот мерзопакостным проституирование а реально каким-то делом занимаются вот вот я думаю что это хороший урок а я вспоминаю вот под эту линию под эту мысль я вспоминаю выборы когда пришел стал президентом джордж буш уже второй сынок да значит получалось так что после успешного президентства клинтона очень успешно экономические политические цвело и пахло все и так далее то есть казалось бы что гор который был вице-президентом и как бы наследовал успешному президенту гор должен был легко победить на самом деле мы мы знаем что он нелегко но победил то есть он он действительно он голосам большинства он был впереди и даже по голосам во флориде просто их так посчитали по-дурацки но но в принципе он тоже победил так чуть-чуть с небольшим перевесом плюс ему там помешал независимый кандидат который подобрал голоса именно демократов но но не суть в общем он таки да в общем то победил но не так чтобы стать президентом вот так сложилось так вот гор гор противостоял бушу и буш надо сказать на тот момент на него было жалко смотреть он был как собака побитая он вот стоял два слова сказать не мог вот за те восемь лет что он был президентом он потихонечку разошелся и как-то у него и уверенность появилась и ну как-то вот он он возмужал можно сказать как оратор там и так далее а там он был но просто что-то страшного и мамочки тут у нас авария эти че творится то да в общем да вот он возмужал а а тогда он был как побитая собака и к и ему противостоит значит сенатор в третьем поколении сенатор златоуст артист этот гор красавец мужчина и значит но на этого красавца мужчину было смотреть мерзопакостно вот насколько буш вызывал ощущение убогости дикой настолько гор вызывал ощущение мерзопакостности и как какого-то проститутки какой-то политическое по за невозможно было смотреть то есть было видно что человеку которого вообще ни одного слова искреннего ни одного слова правды какой-то такая гадость и и и вот в итоге значит и побеждает буш не потому что он там какой-то а потому что гор проиграл в эти не то что буш чего-то выиграл но гор проиграл невозможно вот эта мерзопакостность политиков которые живут выдуманной какой-то реальности сами себе что-то там на выдумывали и вот и отыгрывают какую-то роль теряют контакт как бы с с реальным миром с народом страны которую они хотят возглавить и общем такое было и и вот сейчас тоже смотрите как получаются люди которые не из политики привлекают больше интереса и вот у них нет вот этой слизи в эти когда они должны там вот каждый каждое слово обдумать и вот чтобы и тем и этим и вот этим и вот тем и не дай бог и там что-то и вот и вот они вот вот эту такое у меня вот лично было впечатлением еще раз это не имеет никакого значения в определении окончательных каких-то там кандидатов или я не знаю там кто реально будет президентом страны это это мы не знаем вот еще довольно много чего может поменяться но так вот на как вот на уровне того что что обсуждает страна мы дежурим по америке что обсуждается в стране вот все средства массовой информации обсуждают и консервативные обсуждают и либеральные обсуждают вот ну потому что прикольно но потому что действительно как сказать цирк такой вроде тихо-тихо ничего не происходит и вдруг цирк вот этот цирк я вам про него рассказываю а так в целом даже не знаю я я не думаю что в жизни страны вот кроме выборов в течение ближайшего года что-то такое должно произойти ну конечно они могут быть безусловно они в какой-то момент поднимут процентную ставку фед это сделает но это так это мелочь и они в общем-то стараются это сделать так чтобы не не ну не поранить не нарушить ничего такого не как бы не сломать безусловно люди аккуратные проверенные там соображают знают что делают хотя тоже ошибаются как все живые люди не без этого вот но то что они сейчас ставку не подняли говорит о том что они в общем-то прислушиваются к разным голосам и соображают это безусловно очень компетентные люди так что вот на ближайшее время я думаю что все больше и больше внимание будут вызывать выборы и мне все время пишут люди говорят а вот если трамп станет президентом а вот если трамп станет президентом и как бы предлагают там какие-то ситуации вот как он поступит или что там будет и я хочу сказать что может я не понимаю ничего но я я не вижу как как такой человек может стать президент или что может действительно стать все-таки целый год еще впереди и будучи человеком не глупым и ну как бы сказать адаптивным безусловно он может вырасти вот как бы из шоумена которым он сейчас так вот представляется безусловно это он не только шоумен у него есть еще много другого тоже но вот сейчас он больше так как клоунаду такое и он может вырасти за год до чего-то гораздо более существенным и может реально стать очень очень серьезным претендентом это это теоретически возможно вот но в том смысле в каком вот мы сейчас на него смотрим я бы я не думаю что вот так такого плана человек может реально на выборах там на что-то претендовать потому что даже если он вдруг от республиканской партии будет выдвинут на эту должность дальше зависит сильно кто ему будет противостоять там со стороны демократов и все-таки такие популисты никогда в истории америки не было такого чтобы популисты были президентами все-таки народ такой я бы сказал критически мыслящий в общем-то вы можете сказать а как же они обаму избрали обаму они избрали не потому что он был крут хотя он был крут безусловно по тем временам но но у него за ним много чего стояло но республиканцы ему ничего противопоставить толком не могли вот из-за этого он стал президентом значительной степени из-за того что у республиканцев не было и у них давно на самом деле нет ничего такого крутого чтобы противопоставить так что вот так же как гор проиграл бушу да не потому что буш выиграл а потому что гор проиграл вот точно так же было на самом деле и с обама ему 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 ничего серьезного не противопоставили так что на сегодня у меня такое мнение которое на самом деле не никакого значения не имеет просто вот мои личные впечатления я не не политически обозреватель и вообще ничего такого на себя лишнего не беру просто как вот человек как гражданин как человек которому не безразлично вот но пока такое мнение поэтому пугаться там а вот если будет трампа если будет то если будет все я еще одну вещь хочу добавить к этому дело в том что люди которые находятся на вершине власти это известно это общее место не то что я это придумал у них не так много есть пространство для маневра то есть это могут быть люди очень резко отличающихся там направлений политических но дальше выясняется что там девять решений из десяти которые они принимают или там указы законы которые они подписывают одни и те же вот может быть там одна десятая там будет разница один а девять десятых будет то же самое и в этом стабильность страны в этом стабильность ситуации в этом как бы некоторая надежность вот того что происходит у них у них не так много возможностей для маневра в этом в этом состоит демократия она не дает им возможности такой когда режим тоталитарный конечно он что захотел там хочет войну начать войну начал там хочет налог ввести налог ввел вот а все таки система демократическая она балансирует и такие гейки на ножки вешает поэтому для того чтобы что-то произошло нужно очень серьезно там чтобы в обществе что-то происходило в целом в обществе не в голове у одного человека или там даже группы людей наверное так я бы сказал все ребят я значит повязку с руки снимаю дежурство сдал счастливо поехал и Субтитры подогнал «Симон»